Бонжур, мои шальные императрицы! С вами Катя Ло, и сегодня у меня произошло возгорание. Поэтому я запускаю новую рубрику на канале. В ней я буду браться за какую-то одну маленькую тему и пояснять за несколько минут. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик. Будем гореть вместе! И не забывайте про мой инстаграм, я снова там, а значит нас ждут прямые эфиры с винишком и глубоко социальные посты. Сегодня в меню налог на бездетность. А да, вы не ослышались. 6 сентября на пресс-конференции Национальной службы новостей некоторые дяди на серьезных щах обсуждали, что демография в России тю-тю, а значит надо глупое население как-то стимулировать плодиться. Я сразу делаю пометку, что никто еще такой налог не принял, в думе никакие законопроекты не рассматривались и паниковать собственно рад. Это был просто такой батл между теми, кто за и тем, кто против. Но также прошу заметить тенденцию. Власти, наверное, всех стран просто спят сладким сном и видят, как они отнимают у людей преимущественно женского пола, право распоряжаться своим телом и жизнью. В Польше, например, хотели полностью запретить аборты. В Америке уже, в некоторых штатах это сделали. А в России уже который год обсуждают, как счастливо выведут их из обязательного медицинского страхования. Незапланированный ребенок, не можешь его себе позволить, плати 15-20 тысяч. Денег нет, рожай и держись. Дал бог зайку, даст и лужа. Итак. И сегодня у нас состоится пресс-конференция, посвященная инициативе о введении в России налога на бездетность. Расскажите подробнее о своей инициативе, что именно вы предлагаете. Наш бизнес, да не только, все мы с вами обложены различными налогами. И не все понимают, граждане, даже те, кто как бы в материале экономической деятельности, что это вообще такое. А такой простой налог, который был раньше, еще раз повторю, многие годы при той же советской власти, упущен. То было, напомню, 6% с 20 лет до пенсионного возраста, это можно проверить, какие-то могут быть тут небольшие сдвиги, для всех мужчин и для замужних женщин. Замужних женщин, да, извините, я мужчина, да, конечно, незамужние женщины этим налогом не облагались. И мы сейчас тоже этого не предлагаем. Слушайте, и на том спасибо. Но вот что интересно. Люди могут просто жить вместе, но не жениться и не выходить замуж годами, как это, собственно, делают сейчас гомосексуальные пары. Но тогда же начнется паника и вой, что институт брака похоронен безответственной молодежью. Распутные парни и девки без брака трахаются там, ай-яй-яй. Паспорт пачкать никто не стремится, да как такое вообще возможно? И тут как бы гей-рупу с загнивающим западом вот вообще никак не обвинишь. Ну сами же закон такой приняли, сами виноваты. Вы там это, как-то соберитесь, что ли, продумайте, как вот это все организовать. А сейчас же появилась такая программа, таких как бы супругов, как бы вот я специально сказал, как бы. В данном случае. Даже и живущих настоящим, а не так называемым гражданским браком, которые не хотят рожать детей. Ну хорошо, скажут. Не хотят? Предположим, да, в православной точке зрения это неприемлемо. Вообще с любой традиционной, так скажем, в нашей стране религиозной. Не хотите, ну и платите налог тогда. Хотя бы эти 6 процентов, чтобы существовали настоящие многодетные семьи и чтобы, так сказать, жизнь нации была по-настоящему плодотворна. Нет, мы, конечно, сейчас подберемся к статистике и всему прочему. Но мне, в принципе, кажется абсурдным заставлять делать людей то, чего они не хотят. По любым причинам. Нет денег, ни на что содержать, нет образования, негде жить. И вот среди вот этого всего вообще-то есть самое важное. Нет желания. Прикиньте, инициаторы, детей можно не хотеть, просто, без причин. Зарабатывать полмиллиона в месяц, жить на Канарах, не иметь проблем со здоровьем, но зато иметь кучу свободного времени и не хотеть ребенка. Не все люди хотят детей, и они не становятся от этого лучше или хуже. Наличие половых органов не контракт народа, так же, как наличие почки не контракт на ее продажу. Это моя матка. Можно я буду сама решать, что мне с ней делать, и не платить государству за свое решение? Сильное заявление. Конечно, последним позывом к деторождению, настоящей причиной, является религиозность. Мы видим в бедных странах, в частности мусульманских, сколько детей в семье, которые не имеют никаких средств. Но в то же время, в то же время, ныне важным, конечно, является и материальное обеспечение. Вы вообще поняли, что он сказал? Это вот прекрасный пример демагогии, когда вроде как умные слова говоришь, а на самом деле водичку льешь из жопы. Друзья, я вам слово. Интересно ваше мнение по поводу данной инициативы, а также, почему так часто получается, что этот налог буквально каждые 2-3 года предлагают ввести в России, и каждый раз он не проходит? Я сейчас, отталкиваясь от того, что было сказано, докажу, что это сумасшествие. Вы говорите про то, что мы освободим нездоровых, но есть человек, есть семейная пара, у них не может получиться детей, но они не хотят заявлять, что они нездоровые. Вы требуете, чтобы они сказали, это либо платили. Это частный случай. Таких много людей. Вы понимаете одну вещь. У нас огромное количество сегодня инфицированных людей, СПИД и другие вещи. Многие из них не сообщают, они не хотят об этом говорить. Для них психологически сложно, может быть, это признать. Так же и с детьми еще сложнее. То есть какая-то пара не может иметь детей. Государство не может по каким-то причинам либо обеспечить ЭКО, либо, в принципе, невозможно ребенка получить в этой семье. Что делать? Ни одно здоровое государство вас никогда в жизни не поддержит. Каждый пытается влезть в семью, посмотреть, что в семье, кто болеет, кто не болеет. Да какое ваше собачье дело на это? А налогов у нас и так хватает. У нас страна, в которой огромное количество прямых и косвенных налогов. Да, неизвестно, за что платим. Я об этом говорил. Неизвестно, за что. 40% социал. Это не вопрос инициативы. И эти налоговложения... Валентин Владимирович, я первый подам на вас на налог. 10 триллионов. Налог Валентина Владимировича. На пенсии. Может быть, половина пересмотра. 10 триллионов, куда деньги? Я хочу сказать, что... Ваша речь, вы простите. Люди не дожили на пенсии. Они платили всю жизнь налогов. Куда их? Не имеет вообще. Никто не вмешивается в семью. Да вы говорите, справки сдавать. Они должны отчитываться. Какие справки? Я про справки вообще не говорю. Вы говорите, что нездоровый человек. Валентин Владимирович, вы нездоровый человек. Доказывать, что я нездоровый. Жжет. Коллеги, пожалуйста, давайте... Валентин Владимирович, давайте из государства свиноферму создадим, и вы будете у нас осенизатором. Ну, сумасшедшие вы, мне кажется. Вы говорите, во всем мире такая... Вы видите, вся Европа, а Россия это часть Европы, во всем мире вот такая тенденция. В Китае уменьшается количество рождений. В Санкт-Петербурге растет, кстати, самая феминистная страна в мире. Если вы стараются, то я, по-вашему, сумасшедший. Если вы считаете, что Европа должна... Мир такой, мир такой. Ну, по всему миру так. Нормально, потому что 10 миллиардов уже дорожали. 10 миллиардов, вымираем. Люди по-другому смотрят. Нормально вымирать. Я вам... Я не говорил нормально вымирать. Валентин Владимирович, я не говорил, это вы сами... А кто вымирает 10 миллиардов уже скоро? Я вам говорю про другое, Валентин Владимирович. А это не так много. Да? Да. У вас нет неуважения к выступающим. У вас нет уважения к тем людям, у которых не может быть. Я вам рассказываю. Кстати, дядя прав. Чем выше уровень образования, тем меньше рождаемость. И что самое интересное, ученые до сих пор гадают. Почему же так получается? А я вам сейчас секрет открою, дорогие ученые. Когда у тебя есть образование, ты можешь позволить себе лучшую жизнь. Тебе не нужны семеро по лавкам, которые старым лад будут помогать косить сено и доить коров. И вместо того, чтобы тратить свои активные годы на пеленки, многие выбирают просто другую жизнь. Причины высокой рождаемости, нищета, потребность в рабочих руках и отсутствие образования, как классического, так и сексуального. Он прилетел спасти нас. Это капитан очевидность. Какие налоги на бездетность? Какое спасение демографии? Алло! Население, спасайте, а не свои карманы! Поэтому я считаю, соответственно, моя позиция уже предметна. Первый пункт. Ситуации чумы малодетности нужно не просто на бездетность вводить налог, а на малодетность. У нас в Российской Федерации трехдетная семья, начиная с трех детей, называется многодетной. Хоть не хочешь платить налог, попадай в число многодетных семей. А потом мы слышим вот это. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. И для меня то, что я вот услышала от сидящих справа мужчин, для меня это вообще дико. Это вообще просто наплевательство на права человека. Недавно очень правильную статью написала публицистка Анастасия Миронова. Умри, но ради. Ее первый вопрос, а почему женщин, девочек не объясняют, какие последствия могут иметь беременность, роды и грудное вскарбливание. Мужчины 58 лет средней продолжительности жизни. То есть большинство мужчин просто не доживут до пенсии при нынешней ситуации. Они эти деньги заплатили зря. То есть эти деньги куда ушли? 10 триллионов за умерших до достижения пенсионного возраста людей скопилось с 1995 по 2015 год. Вот и пустите их на помощь многодетным. Пустите их на помощь детным. Пожалуйста. Но не надо нас облагать дополнительным налогом. Мы уже переплачиваем налоги. Хотела еще показать расчеты, сколько обходится содержание ребенка в первый год жизни. Но учитывая, насколько у нас в стране у всех разный уровень жизни, я думаю, вы как-то найдете сами. Прямо в гугле по запросу сразу первая ссылочка. Эти калькуляторы все выпадают. Так я говорю без сценария. Господи, ужас какой. А завершу я свой ролик, конечно же, госпожой статистикой. В России почти 80% от всех малообеспеченных граждан это семьи с детьми. Почти 80%. 26% детей живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума. То есть меньше 10 тысяч рублей. В многодетных семьях 52,2% детей живут на грани бедности. Причем доход семьи падает как раз в тот момент, когда появляется ребенок. Каждый десятый ребенок в стране питается неполноценно, то есть не добирает белка. Очередь в государственный детский сад желательно занимать сразу, как только ты родила. Совсем хорошо было бы прям до беременности, но у нас так пока что нельзя. Число школ стабильно снижается, тогда как число храмов стабильно растет. Что ж, плодитесь или платите. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам новая рубрика и вообще, какие у вас впечатления от того, что такая хуйня вообще обсуждается. Ну и, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, врубайте колокольчик. Мы продолжаем.